Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите и слушаете телерадиоканал «Страна.ФМ». Сегодня, в этот четверговый вечер, у нас в студии Александра Хайрулина, Роман Шахов, ну и, конечно, наши замечательные гости. Мы очень рады тому, что сегодняшний концертный зал имени дуэта «Две Маши». Спасибо, нам очень приятно. Спасибо за такое представление. Особенно нам понравилась обложка, которая, собственно, в вашем исполнении. А, в Инстаграме вы уже посмотрите. Мы пытались с Ромой как-то изобразить, примерно, пародию сделать. Ну, конечно, не нужно искать никаких там абсолютно. Сашенька, это анонс, анонс такой программы. Друзья, зайдите в Инстаграм и посмотрите. Спасибо вам огромное, что вы не одни, что вы еще за то, что вы с музыкантами пришли. Да, мы с прекрасным музыкантами. Это Рист Алексей Юшкевич. Ну, это величайший человек. У нас прекрасный кафон Овер Сирану. Овер, очень рада тебе тоже. Овер-иностранец. Да. Овер-кубинец. Кубинец. А, в России давно? Да, уже 10 лет. Уже 10 лет. Но акцент еще есть немножечко. И он нам нравится безумно. Скажите, Маш, скажи, пожалуйста, есть ли возможность у него записать что-то? Вот какие-то вокальные партии Овер будет записывать? Вы знаете, вот когда у нас происходят живые концерты, мы всегда ставим микрофон Оверу, потому что он всегда в импровизации выдает такие прекрасные штуки. И это всегда происходит спонтанно. Я их очень люблю. Да, и всегда там, где нужно. Ну и пару слов об инструменте, на котором сидит. Это, мне кажется, один из немногих инструментов, на котором ты и играешь, и сидишь. Это здорово. А к ним удобно даже перемещаться где-то. На остановочке идешь, нет, долго автобуса, раз, присел. Это тот и есть тот самый, как он? Кахон, Александра. Кахон, Кахон. Скуба привез? Скуба привез? Скуба привез? Нет, конечно. Конечно, нет, здесь был приобретен. Но очень здорово, мы его сегодня услышим. Ребята, если вдруг кто-то нас сейчас слушает и смотрит, и не знает, ну мало ли, вдруг таких есть раз, два, три, пять. Дуэт две Маши. Это две замечательные артистки. Способности и таланты вы уже могли оценить по клипам, но живьем сегодня услышим. Это Мария Зайцева и Маша Шейх. Спасибо. Музыку и слова девочки пишут сами. Вот такое счастье случилось. Нашли друг друга две творческие половины. До этого там тоже было много чего интересного, а тут все сложилось. Сколько уже вам исполнилось? Год недавно. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Ну и производительность труда какая-то. В общем, да, альбом записан, презентация альбома сновлялась. А второй готов уже тоже? Половина готова. Половина второго готова. Ну, в общем, вы такой там взяли очень приличный, надо сказать. Ну, а первым довольны, как он вообще расходится, и как какие-то отзывы появляются. Это тот редкий случай, когда, да, довольны. Скажите, девчонки, а были уверены? Потому что вот как-то люди творческие сомневаются, или у вас прям... Были уверены. Вы знали, что каждая песня бронебойная, да? Правильно. Были уверены дальше. Никаких сомнений. Мы обязательно с вами продолжим говорить. Хотели бы просить вас исполнить сейчас песню, потому что... Как раз мы начнем. Начнем с нашей первой песни «Теперь нас двое». Она называется «С нее, собственно, все и началось». И так и альбом наш первый называется. Теперь нас двое. Как раз овер сейчас там. Раз. Давай овер. Одинокий человек на пустых улицах Ни одного знакомого лица Вокруг шум, дым, пыль, пустота И все будет хорошо, только не хватает тебя Запас мокрого асфальта Большой капюшонка Влебегут по коже Под музыкальный фон Забываются цифры твоего телефона Скажи, когда же мы устанем? Когда нас уже не станет Или просто поменяемся местами И научимся друг в друга влюбляться опять? Знаешь, я как будто снова тебя целую в глаза Прижимаясь к шее, так хочу тебе сказать Но как отказали наши тормоза Не умея хранить и так легко терять От тебя бежать и от себя бежать Теперь нас двое И нету боли В твоей ладони Небо, в котором мы тонем Теперь нас двое Дышу тобой я Ты мое море Текеро, текеро море Без тебя все тяжелее Идти в никуда Некогда, где года Когда мы были с тобой вместе И в этой песне А что бы было, если Ведь нам вдвоем намного интересней Я помню весь день и то, как мы глазами нашлись Вот она судьба, вот она жизнь Ты за нее держись теперь Теперь нас двое В твоей ладони Небо, в котором мы тонем Теперь нас двое И нету боли В твоей ладони Небо, в котором мы тонем Теперь нас двое Дышу тобой я Ты мое море Текеро, текеро море Теперь нас двое И нету боли И нету боли В твоей ладони Небо, в котором мы тонем Теперь нас двое Дышу тобой я Ты мое море Текеро, текеро море Текеро, текеро, текеро Текеро, текеро, текеро И теперь нас двое И нету боли В твоей ладони Небо, в котором мы тонем Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Друзья, они настолько ритмичны, что танцуют даже под наши рекламные заставки! Это так приятно! Сегодня две Маши в концертном зале! Мы этому очень рады! Спасибо! Потрясающая песня «Стервий ваша», которая уже набирает невероятное количество прослушиваний в интернете! И наконец-то мы сможем увидеть! Но работа проводилась шикарно. Расскажите про съемки клипа. Ирина Миронова режиссер. Ирина Миронова режиссер. Вот мы недавно отсняли клип, сейчас он в процессе монтажа. Мы с нетерпением ждем. И, наверное, он будет готов у нас в середине... Ой, в середине, в конце января, в начале февраля. Но мы точные числа не говорим, чтобы... Ну и сюжет тоже не рассказываете? Или это не секрет уже? Нет, ну мы, конечно, не хотим раскрывать все тайны сюжета, скажем так. Но уже по нашему такому маленькому бэкстейджу, репортажу, который на днях выходил, видно, что там собралась компания таких сильных, стильных девушек. Также там присутствовали еще двое молодых людей, которых мы, скажем так, захотели проучить. А за что? Собственно, мы с ними будем... Успешно. Пусть это останется... Успешно. Успешно. Не для слабонервных клип, скажите, пожалуйста. Не для слабонервных. Да нет, я... Все нормально, да? Тогда все смотрим уже. Да нет, мне кажется, в принципе, если сравнивать с тем, что сейчас происходит, то я даже не знаю, что нужно снять. Вы слышите прямо сейчас? Нет, нет, я к тому, что был задан вопрос о слабонервных или нет. Мне кажется, сейчас столько разных таких просто роликов, что... Нет, это просто, можно сказать, детский клип по сравнению. Вы, кстати, много времени проводите за просмотром того, что происходит в интернете. Часто сидите в сети. Вы вообще выходите из нее? Расскажите вот об этом. А что смотреть, они настолько уникальны, они знают, что нету таких. Мы по своим рабочим моментам именно занимаемся собой, выкладываем. То есть все соцсети, интернет, мы тоже все делаем сами, поэтому больше всего времени, естественно, на себя и тратим. Я бы сказала, что это неизбежный такой момент, потому что мы абсолютно такой self-made проект, который заявил о себе именно в интернете. То есть я просто огромное хочу сказать спасибо создателям интернета как такового, потому что это огромный шанс нам, музыкантам. Вот ребята подтвердят, потому что у каждого тоже свои проекты. Это очень здорово, что мы можем делиться ими со слушателями. Это прекрасно, это огромный для нас подарок. И уж здесь-то действительно, если ты чего-то стоишь, то ты обязательно соберешь у себя аудиторию, да, вне зависимости от того, есть у тебя там огромное количество денег. В ближайшие же дни у нас не только Новый год, друзья, грядет, у нас еще и грядут концерты девочек. Дуэт две Маши. Да. Сразу и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Одновременно. Одна будет там, другая там. Ну, вы рассказываете все, как есть. Придете позже, а пока все-таки вместе. Да. Делитесь подробностями. 29 декабря у нас акустические концерты «Квартирник» в городе Санкт-Петербург в клубе «Ящик». Начало в 20.00. Мы будем всем очень рады и ждем всех. И 30-го? И 30-го. Можешь продолжить. И 30-го декабря у нас то же самое будет в Москве. В ресторане «Арбат-13» по адресу «Арбат-13», начало в 20.00. Отлично. Приходите. Это такие прям два дня перед Новым годом. Да, мы решили вот именно такие «Квартирники» сделать, чтобы проводить 2016-й. Вот интересно, пересматривала ваши видео совместные. И, по-моему, в Инстаграм, кажется, Мария Зайцева пишет о том, что мама всю жизнь с детства призывала, и заставляла, и советовала, в общем, планировать четко свой предстоящий год. Ну, или свою жизнь как-то, да, расписывать. Нет, ну не жизнь, конечно, планировать. Год, да? Хотя бы в ближайшее время как-то все записывать списочек, составлять этих самых дел очень важно. Да, да. И что только буквально в минувшем, вот в этом уже 2016-м году, ты наконец-то прислушалась к маме. Надо было все-таки сколько лет. За что ей спасибо большое. Капать, капать. Да, да. И все исполнилось. Значит, действует, работает. Ну, вы знаете, это просто очень так структурирует, скажем так, все мысли, и ты действительно больше успеваешь, потому что мыслей очень много, всяких идей, и когда они тебя переполняют, можно в них запутаться, и в итоге вообще ничего не сделать, да, и сойти с ума, как минимум. Поэтому все-таки, если ты хотя бы пару пунктиков себе запишешь на неделю, то, я думаю, это есть шансы на победу. На 2017-й уже там, я думаю, пунктиков-то... Много пунктов. Да, мы начинаем. Там, Александра, целая таблица, но об этом чуть позже. Давай сейчас, давай. Маленький просто вопрос. А как девочкам удается составлять один список? Может быть, у Маши Шейх свой список, у Марии Зайцева свой, нет? Нет, но когда у нас, например, перед концертом, перед сольным, перед нашим большим, мы разделяли обязанности, потому что это было невозможно успеть, если бы мы хором все делали, то мы разделили, ты делаешь это, ты делаешь это, то есть так. А в основном, когда касается каких-то планов творческих, то у нас один список. Ну, то есть сейчас будет, как обычно, Маша Шейх будет читать, а Мария Зайцева петь, правильно? Да. Все, поехали. Следующая песня. Все мое твое, твое моим не будет. Будет, будет, будет. Все мое твое, твое моим не будет. Я без тебя, я без тебя, я без тебя не знаю, как прожить и дня. Я жду тебя тут, я проложила маршрут, дороги, дороги, дороги к тебе ведут. Туда, где ты, туда, где ты, туда, где ты, мои мысли, я готова идти. Я буду ждать там, где музыка по швам, дороги, дороги, дороги пополам. Мы выбираем, нас выбирает, мы выбираем. Музыка без остановки играет, 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 играет. Все мое твое, твое моим не будет, а мне все равно. Пускай будет, как будет. Мы выбираем, нас выбирает, мы выбираем. Музыка без остановки играет, играет, играет. Все мое твое, твое моим не будет, а мне все равно. Пускай будет, как будет. И снова мы, и снова мы. Во мне играешь ты, музыка моей мечты. Я буду петь тебе всегда. Музыка, музыка, музыка. Я твоя, я твоя. С тобой готова идти. Мои мысли и песни им по пути, им по пути. Где музыка по швам, дороги, дороги, дороги пополам. Мы выбираем, нас выбирают, мы выбираем. Музыка без остановки играет, играет, играет. Все мое твое, твое моим не будет, а мне все равно. Пускай будет, как будет. Мы выбираем, нас выбирают, мы выбираем. Музыка без остановки играет, играет, играет. Все мое твое, твое моим не будет, а мне все равно. И снова мы с тобой, во мне играешь ты Я буду петь тебе музыка моей мечты Я хочу поделиться с тобой сильным чувством Во мне играет эта музыка Нам по пути с этим ритмом, мы в ритме Пускай будет, как будет, говори мне, Маша Музыка без остановки играет, играет, играет Все мое твое, твое мое мне будет А мне все равно, пускай будет, как будет Мы выбираем, нас выбирай, мы выбираем Музыка без остановки играет, играет, играет Все мое, твое, твое мое мне будет, а мне все равно, пускай будет как будет, 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 будет Студия 89,9. Концертный зал. Мы продолжаем, дорогие друзья. Сегодня в студии Страны ФМ дуэт «Две Маши». Невероятно горят глаза у девочек. Прям чувствуется такая энергетика очень сильная. Энергия, желание творить, писать, делиться этим, это не может составлять никого равнодушного абсолютно. Ну и у ребят у вас, конечно, да, вот, Алексей, тоже супер. А Овер так улыбается, надо сказать, что, мне кажется, его надо периодически так просто прям пропускать во первом ряду, чтобы он улыбкой своей тоже озарял всех. Много ли цветов приносят вот девчонки для Овера, скажите, на концертах? Это правильно, правильно. Вот засмущался. Так, всем Оверу цветы в следующий раз. Внимание, внимание. Кстати, скажите по поводу квартирников. Вероятно, есть такие музыканты на квартирниках, которых вы были с удовольствием, фанатели, аплодировали, или концерт, на который вы бы хотели сходить? Вот именно на квартирнике расскажите. Ой, я знаю, я бы хотела очень сходить на квартирник Джорджа Майкла. Я была на его концерте в Олимпийском, когда он приезжал. Это просто невероятный музыкант. И я бы с удовольствием его хотела послушать в акустической версии. Я видела, опять-таки, в интернете Unplugged концерты в акустике и мечтала бы попасть. Еще Шаде я бы послушала с удовольствием. У него такой божественный тембр. Но тут можно много перечислять. Я бы к тебе присоединилась. Ну, среди них нет наших отечественных, скажем так, ваших коллег по цеху. Переглянулись Маши. Ну надо, чтобы никого не обижаться, наверное. Нет, но я сейчас просто сказала, кто мне первый в голову пришел. Собственно, я просто и росла не на отечественной музыке, поэтому... Вы смотрели проект «Голос», да. Да. Кстати, вы там тоже совместно были, правильно? Ведь Маша болела. Маша, да, была группой поддержки. Очень многие активные. Очень часто пишут, что две Маши с «Голоса». Я все время думаю, интересно, где мне там найти мой номер с «Голоса» со своим выступлением. Но ничего. А второй альбом, от которого вы сейчас работаете, он будет чем-то отличаться от того, что уже ваши поклонники хорошо знают, наизусть выучили и как мантры повторяют? Ну, вот мы записали уже первую часть второго альбома. Пять песен, вы слышите? Что там у нас будет, я думаю, там тоже будет очень много разных экспериментов, и мы еще сами даже не знаем, что нас ждет, поэтому, да, наверняка, он будет отличаться. Ну, скажем так, там есть пара вещей, которые по звучанию, они такие танцевальные, отличаются от того, что было до этого. Есть видео в интернете, опять-таки, благодаря вам же, спасибо за то, что вы это все честно выкладываете, как вы идете на запись песни, и Маша на ходу дописывает текст. Маша Шейх идет, и что-то там у нее не получается пока, но натижи-то есть, на то, что все в итоге сложится, потому что психует. Волнуешься? Маша, ну, как бы записывать уже песни нужно, а так часто очень получается. Еще текста нет, поэтому немного, да. Ну, для этого тебе, получается, не нужно там ждать никакую музу, которая спустится, придет во сне, и как-то еще. Надо-надо, сказала Мария Зайцева песня. Надо-надо, значит, надо. Тема — любовь. Да, 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 да. Про стерв что-нибудь давай, да? Ну, про стерв нет, то есть это само пошло и пошло. То есть если мне, например, скажут, напиши, вот есть тема такая, ты можешь написать. Новый год, например, Маша. Да, я скажу, могу, там, отойду, попишу и напишу. То есть мне не нужно будет месяц или два, чтобы написать песню. Мы сегодня послушаем сейчас с вами какую песню, пытаюсь прочитать. Мир раскололся на две части. А эта песня как появилась? Ой, если честно, просто я села, Маша играла на пианино. Очень, да, очень красиво. И я всегда обычно, когда слышу, говорю, Маша, пожалуйста, только не останавливайся. То есть я понимаю, может быть, ей надоедает играть без остановки, это постоянно. А такое случилось? И все, то есть сразу поток мыслей. Это удивительно. Какой темы заданы, да, не было специально. По что вылился поток мыслей, мы сейчас и узнаем. Дуэт «Две Маши», концертный зал, телерадиоканал «Страна ФМ» и наша следующая песня. Мир раскололся на две части. А мне не только чувствовать твое тепло, А мне не все равно. Когда ты уходил, я тебя ждала, Когда ты предавал, я не предала. Я счастье с тобой делить готова была. Я каждый раз наш мир склеивала Своими руками из тысячи частиц, Как и все искали любовь без границ. Мир раскололся на две части. Не все люди делятся счастьем, А мне бы только видеть твои глаза, А мне бы только сказать, Мир раскололся на две части. Не все люди делятся счастьем, А мне бы только видеть твои глаза, а мне бы только сказать Бежать за тобой без оглядки назад, невозможно только отдавать Нужно и взять, я не забирала и не просила Но откуда во мне появлялись силы, а мне бы на секунду поверить опять Что можно всё взять и поменять, что можно всё забыть Что так сильно ранит, но человек себя не обманет Мир раскололся на две части, не все люди делятся счастьем А мне бы только видеть твои глаза, а мне бы только сказать Мир раскололся на две части, не все люди делятся счастьем А мне бы только видеть твои глаза, а мне бы только сказать Мне бы только сказать всего лишь несколько слов И что же для тебя значила наша любовь, зачем повторили ошибки прошлых судеб Как было раньше уже никогда не будет Мы раскололи мир на части с тобой, теперь я воздух набираю и дышу глубоко Что так сильно может ранить и уже не пройти Глоток моей свободы, и я делюсь с тобой им Мир раскололся на две части, не все люди делятся счастьем А мне бы только видеть твои глаза, а мне бы только сказать Мир раскололся на две части, не все люди делятся счастьем А мне бы только видеть твои глаза, а мне бы только сказать Мир раскололся на две части, не все люди делятся счастья А мне бы только на секунду поверить Мир раскололся на две части, не все люди делятся счастья Нет слов, товарищи, чтобы сказать Спасибо Вы сидите с открытыми ртами просто Ребята, наши слушатели, зрители, Ром, извини, в Москве, в Питере и в прилегающих городах Обязательно отправляйтесь на предстоящие квартирники Дуэта «Две Маши» 29-го в Питере, 30-го в Москве Есть вся подробная информация в соцсетях у девочек Это надо слушать и видеть обязательно Спасибо большое Вопрос у меня к Маше Шейх Скажи, пожалуйста, ты пишешь замечательные стихи, прекрасные тексты Кто тебя в детстве вдохновлял? Каких поэтов ты читала? Рома просто тоже увлекается написанием стихов Рома дурачится просто, Александра, давай не будем про Рому здесь Как бы вот тоже вдохновение черпануть Если честно, кого-то конкретно я никогда не выделяла То есть всегда все, что мы проходили в школе, я всегда проходила с удовольствием И у меня не было никогда определенного кого-то, кого я постоянно читала То есть я все впитывала И поэтов, и людей, которые пишут на улицах И абсолютно всех-всех-всех И я считаю, у меня абсолютно такое родилось свое отдельное Благодаря, конечно, тому, что я брала извне При этом у тебя в жизни было очень много спорта Это и баскетбол, и волейбол, и, кажется, еще что-то из бойцовских видов Баскетбол, футбол, да Айкидо, карате, по-моему, да? Айкидо, да А вот этот переломный момент, когда все-таки стихи, музыка, победили спорт Вытеснили, наверное Еще я занималась 6 лет бальными танцами Вот так Да, я очень не хотела заниматься бальными танцами Родители настаивали, я слушалась и ходила И в какой-то момент, когда я уже подросла, я сказала Нет, все, я бросаю бальные танцы, иду на баскетбол Пошла заниматься баскетбол Играла за сборную города Ухта А ты там и родилась, да? Ты же там выросла? Я родилась вообще в городе Пермь Вот как! Но мои родители сразу же, я только родилась, они уехали жить в Ухту Забрали тебя? Да, то есть, получается, я родилась в одном месте, жила в другом И, собственно, сейчас уже больше 10 лет в Москве живу Мы практически с Овером одновременно приехали А Овер, ты с Кубы приехал? С Кубы приехал? Ну, я имею в виду, что мы с ним больше 10 лет, но да, практически вместе Я из Республики Томми, Овер, с Куб Ребят, повод отметить, да, действительно 10 лет в Москве, ребята, вот Похожая история Будем отмечать Маша, а ты где родилась? В Москве В Москве здесь, ты никуда не ездила Ты здесь родилась Нет, я сразу И пригодилась Сразу в Москву приехала А, вот тогда Так, ну давайте уже узнаем, Лешу у нас, Алексей Юшкевич А Юшкевич, гитарист откуда? Леша из Якутии, наверное, да, Леша, откуда ты? С Якутии Якутия, друзья! Якутия Якутия, привет! Овер, ну а тебя-то что заставило в Россию в холодную приехать, скажи? Приятно Просто Просто приятно Да? Да? Просто в России приятно Внутренняя интуиция какая-то говорила Там вот Две маши То есть просто захотелось приехать, да? Овер, что тебе больше всего нравится в России? Вот Это честно, и мне надо придумать Нет, честно, конечно Честно, конечно Честно, конечно У нас откровение Нравится погода? Боже, ты мой Вот удивительно Подожди, то есть на Кубе тебе было жарко? Вам не нравится Это единственный человек в нашей стране, наверное Ты любишь Новый год? Пока Ты был в Ухте? Пока, да Вот там погода Обязательно как-нибудь поедем Да, надо нам гастроли устроить Девчонки по образованию обе юристы Тут не только имена у них, это знак У них еще и юридические образования Если не ошибаюсь Маша Шейх Гражданское право у тебя уголовное Да Но это при этом вы в разных заведениях учились Да, да Ну у нас как бы и разница в возрасте есть Поэтому, да, мы в разных Об этом никто не знает Да? Честно говоря, да, кстати Я горжусь своим, так сказать Скажи, но ты же вообще из семьи врачей Да То есть юрист из семьи врачей, который поет Маша Зайцева из семьи врачей Да, 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 да Родители не очень на тебя обижали, что ты не стала стоматологом Нет, абсолютно Они изначально знали, что я не буду врачом Меня никогда туда не тянуло, абсолютно То есть ты сразу всегда, извините, нет, я пою, пою, пою Нет, 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 нет В руки лад для волосы пошла вторая Я просто, точные науки и я, это лучше, в общем, не связано По тебе видно, что ты тянешься к микрофону И неспроста у нас сейчас следующая песня в программе «Концертный зал» Следующая песня с такими, да, названием «Тут тебя ждут тебя» Ну, очередной шедевр «Тут тебя ждут тебя я» За тобой я бегу и летаю Моё мгновение порывами сильного ветра Ты тысячи написанных, но все без ответов Ты миллион отправленных лучами нашего света Ты моя комета, планета, ну где ты и снова вижу тебя Твой облик начинает таять на глазах моих Из моих снов улетаешь Но неужели ты не знаешь, что я жду тебя тут тебя Где-то в конце нашего с тобой декабря Тут тебя ждут тебя я За тобой я бегу и летаю И тебя совсем не зная Я ищу в лицах прохожих Ты меня, наверное, ищешь тоже Снег по коже так быть не может Тут тебя жду тебя я Тут тебя жду тебя я Обнимай, улетай Снегом холодом меня заметай Как ты там, тёплый май Никогда меня не забывай Среди ночи твой почерк узнать уже так просто Я погружаюсь в сон за окном Мой майский воздух Ты мой остров Я к тебе во снах на рейсе Каждый раз, как в первый раз Надеюсь, что проснемся вместе Я пишу тебе песни Я верю, я знаю Как сейчас помню Первый раз увиделись в мае Я никогда не забываю Чётко помню все моменты Каждый раз просыпаюсь С вопросом Где ты? Тут тебя ждут тебя я За тобой я бегу и летаю И тебя совсем не зная Я ищу в лицах прохожих Ты меня, наверное, ищешь тоже Снег по коже так быть не может Тут тебя ждут тебя я Тут тебя ждут тебя я Обнимай, улетай Снегом холодным меня заметай Как ты там, тёплый май Никогда меня не забывай Обнимай, улетай Снегом холодным меня заметай Как ты там, тёплый май Никогда меня не забывай Никогда меня не забывай Тут тебя ждут тебя я Тут тебя ждут тебя Тут тебя ждут тебя Как ты там, тёплый май Спасибо Да и две Маши Гости программы концертный зал телерадиоканал Страна ФМ Сколько же слёз девичьих уже льются А сколько ещё выльется под эти песни Да, Александра Страшно просто представить Я вот думаю, что... Вы же чувствуете ответственность эту колоссальную Дома это нам ещё есть какое-то время На носу-то Новый год, девчонки Да Были ли вы снегурочками когда-нибудь? Может быть, в детстве выступали? На ёлках расскажите об этом опыте Нет Вот когда все девочки выбирали, кем же им быть Я выбирала немного такие нестандартные, мне кажется, роли Например, Кикимора Болотная То есть мне казалось, что это такая Яркая с характером Яркая с характером, да Что там, снежинки, снегурочки А тут, понимаете ли, с характером Драматическая роль практически Вот, совершенно верно Ну, подожди, Маша, хорошо Кикимора понятно А кто ещё дальше? Список-то не такой большой Кто-то ещё мог быть Вот почему-то, знаете, мне больше всего Каждый год Мне почему-то запомнилась именно вот эта роль Видимо, каждый год Видимо Кто-то это помнит Ну, все утренники ваши были, да? Давай что-то, Тём, продолжим Я имею в виду стихи, песни Дед Мороз, все подарки Да, пела я частенько А Маша, ты кем была на Новый год? Если честно, это обычно же в детском садике происходит Вот я в детский садик, скажу честно, не ходила Поэтому не буду придумывать Ты счастливый ребёнок Сейчас речь шла про детский сад? В том числе Я-то про школу говорила А в детский сад я тоже не ходила Да вы что? Вот, представляете? Даже в этом у вас схожесть Девочки, мы вдвойне вам завидуем А родители занимались, получается, воспитанием мамы, да? Я жила у дедушки с бабушкой У меня было очень нестандартное детство То есть если все бабушки очень оберегали, кутали детей и раскармливали То у меня была другая история Выгоняли на мороз Да, меня обливали ледяной водой Выгоняли босиком по снегу И не кормили Практически не кормили У меня бабушка занималась йогой Тогда, когда никто об этом в нашей стране вообще не знал В общем, заряжали воду Ионизирующая лампа в воздух сделал мой дедушка В общем, это просто фантастическая такая Суворов, тебе не родственник чуть-чуть? Слушай, ну это удивительная какая-то история Да, она была интересная компания А в школу, когда ты пошла, ты помнишь, какая-то была сложная адаптация, может быть, не знаю Проблема в общении с окружающим? Нет, вы знаете, я вот в первый класс вошла со знаниями изложения корней Хотя потом я все-таки была гуманитарием, но вот бабушка как-то меня очень... Я сразу пошла в пятый Она меня очень подковала, скажем так, к первому классу Маша Шейх, у тебя это холи-лейли-лейли, мне кажется, в детстве На мороз не выгоняли босиком? Нет, на мороз не выгоняли, а так, да, у меня, наверное, более все спокойно У меня было детство в отмече У меня воспитывала мама, папа, с бабушкой, с дедушкой тоже, естественно, меня оставляли, но это обычно всегда было на лето А в основном, то есть до школы я с мамой была Ну вот такие какие-то истории, как у Маши, я вот сейчас не припоминаю, надо у мамы, кстати, спросить Ну в чем-то должно быть отличие у вас в конце-то концов Кстати, я поняла, что мне пора закалять свою дочку тоже Ну, спасибо тебе, что ты заговорила об Александрине Красивое имя, говорю я Александра, Александрина, мне кажется, тоже очень красиво Сокращенно Санночка, Санночка, да, все-таки А почему именно так назвали? Вы знаете, мне просто приснилось, что ее так зовут, поэтому я не ходила долго за выбором имени, да, я знала, что будет девочка Хотя сначала сказали, что мальчик на УЗИ, но я говорю, нет, вы ошибаетесь, девочка Ну, многие, конечно, знают, не секрет, это ваша дочка с Алексеем Гомоновым, с которым вы состояли в браке И ей уже на сегодняшний день 4 года Ей будет 28 декабря, 4 года, да Но поет, танцует, может быть, читает Она такая актриса, 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 мне кажется, она очень артистичная девочка Поет уже все ваши песни? Подпевает, вот, кстати, она такой сканер, мне кажется, потому что первый раз, когда мы поставили песню, она еще была совсем маленькая, теперь нас двое У нее была совершенно какая-то фантастическая реакция, то есть вот она ни на какую другую музыку так не реагировала, я это очень хорошо помню Ну, ты бы хотела, чтобы она стала творческим человеком? Я бы хотела, нет, так сложно сказать, хочу ли я, чтобы человек стал творческим, он им должен родиться в первую очередь, им стать невозможно Но я в первую очередь хочу, чтобы она занималась любимым делом, вот это самое главное Спасибо тебе, педагоги сейчас аплодируют, у приемника, у приемника Нет, ну, по-другому, я думаю Вы сейчас займетесь своим любимым делом, пожалуйста Да Какая у нас там песенка следующая? Свободные линии О, сейчас будем танцевать Давайте Там где просыпаются глаза, начинают движения мои руки С добрым утром тебе сказать За окном нашей жизни звуки Я улыбаюсь каждому дню и возможности еще раз проснуться Даже если вдруг я пойду ко дну, я не забуду этому миру улыбнуться На рассвете мы проснемся, чувствами соприкоснемся На ресницах лучи солнца Пусть будет так, пусть, пусть будет так Мы свободными линиями, спасаем мир, чувствами Спасаем мир, мы линиями, свободными чувствами Небо воздуха чистого, свежего Оставаться такими, как прежде были С тобой наедине взяли и уплыли Кем мы были, кем мы стали Наши линии на одной прямой встали Перед нами целый мир Перед нами, перед нами целый мир Мир Мы свободными линиями, спасаем мир, чувствами Спасаем мир, мы линиями, свободными чувствами Мы свободными линиями, спасаем мир, чувствами Спасаем мир, мы линиями, свободными чувствами На рассвете мы проснемся, чувствами соприкоснемся На ресницах лучи солнца На ресницах лучи солнца Пусть будет так, пусть, пусть, пусть будет так Мы свободными линиями, спасаем мир, чувствами Спасаем мир, мы линиями, свободными, чувствами Мы свободными линиями, спасаем мир, чувствами Спасаем мир, мы линиями, свободными чувствами Небо и воздуха чистого, свежего Оставаться такими, как прежде были С тобой наедине взяли и уплыли Кем мы были, кем мы встали Наши линии на одной прямой встали Перед нами целый мир Перед нами, перед нами целый мир Мы свободными, линиями Спасаем мир, чувствами Спасаем мир, мы линиями Свободными, чувствами Слушай, смотри Страна.ФМ Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Друзья, они спасают нас от хандры Если какая-то погода у вас не самая новогодняя за окнами Ну и, конечно, наполняют наш эфир Хорошей, чудесной музыкой Две Маши сегодня на Стране.ФМ Здравствуйте Здравствуйте Девочки, у вас есть какая-то традиция хорошая новогодняя? Из-за блюда какое-то? Может быть, есть какой-то ритуальчик? Поделитесь Все же сейчас продумают Мне кажется, очень многие как раз-таки пользуются этим ритуалом Загадывать желание в бой курантов Успеть, пока стучат куранты Написать на листочке желание Неужто сжечь? Сжечь Пожарные не любят, конечно, эту традицию Ты, кстати, только с тобой начала так делать Да, выброси А, ну вот, видимо У меня очень многие знакомые так делают И выбросить там бокал шампанского И успеть все выпить Статистика исполнения есть у тебя? Это важно Вот у меня предыдущий и прошлый год желание исполнилось И в прошлый год, причем, я начала сжигать И, то есть, у меня уже не догорает Я вижу, что уже заканчивается А у меня уже кусок бумаги И там еще я просто его вот так вот скомкала Бумагу кинула, честно, и выпила Чуть не подавилась, но прям проглотила Думаю, надо успеть, потому что, ну, все, уже никак Кто после этого скажет, что артисты не суеверные люди? Одно желание писать нужно или несколько? Несколько, это нереально успеть Потому что, как вы, не будете А4 сжигать в стакан? Скажи, пожалуйста, Маш, можно ли заранее распечатать несколько листов? Это нужно успеть написать, когда включат как раз куранты Нужно стенографировать учиться И выпить? Ну, в планах помечтать немножко Вот какими вы себя видите летом через 5? Можно я скажу? Конечно Ну, вот просто когда задают такие вопросы То у меня сразу все-таки творческие какие-то мечты возникают Потому что мы этим живем Мы поговорим, да, разумеется Вы знаете, я просто помню первый наш концерт Мы сделали первый наш концерт спустя полгода нашего существования Это никогда была презентация? Да, в 16 тонн был наш концерт И мы с Машей просто мечтали Ну, мы переживали, сколько людей придет И мы просто думали, что если придет 100 человек Мы просто будет что-то вообще нереальное, невероятное И когда мы вышли на сцену И просто увидели, что там далеко не 100 человек В общем, когда ты в эту секунду понимаешь, что вот все, что ты делаешь Это отозвалось в сердцах людей И вот они идут, идут, их все больше и больше Это самое большое счастье И, конечно же, если мечтать о том, что будет через 5 лет То хочется, чтобы это была огромная площадка Хочется, чтобы у нас была возможность Потому что это, естественно, еще такие финансовые вложения И хочется, если будет большая площадка, вложиться по полной И чтобы много-много было музыкантов И всякая такая визуализация В общем, очень много Вот, это наша мечта, конечно же И просто у нас музыка, она как раз располагает к тому, чтобы там были струнные У нас очень много есть песен, куда просто они просятся стучаться Партитуры ты распишешь, да? Вы знаете, дело в том, что у меня там музыкального образования нет Поэтому я все на слух То есть я слышу гармонию, я ее выстраиваю Не потому что вот по нотам так правильно А потому что она у меня в ушах звучит Поэтому я думаю, что все-таки за партитурой Я уже обращусь к людям, которые это делают профессионально А, Алексей, кстати, это ему придется, наверное, делать, да? Нет? Будешь за струнные партитуры отвечать? Слушайте, у Алексея столько коллективов, столько работы у Алексея Да мы знаем Это, конечно, человек, которого в музыкальном мире нашей страны знают многие люди Леша, спасибо тебе за это Есть, наверное, сейчас совершенно нет у вас времени уже на какие-то параллельные работы Например, Маша, у нее был какой-то бизнес, долгое время достаточно, да? Ну вот, нет, на самом деле недолгое время Если вы про кондитерскую, то это было недолго Это был где-то год Потом начался проект «Голос» И я поняла, что нужно делать выбор Фигуру держать, да, из-за сладкого Выбор, потому что невозможно все-таки полноценно заниматься двумя большими такими делами жизни И все-таки мое дело жизни — это музыка Поэтому, конечно, выбор пал в сторону Как любишь отмечать свой день рождения? У тебя же 11-го числа уже совсем-совсем Да, я люблю отмечать его в тепле На Пангане Да Не в Ухте Не в Ухте Не в Ухте еще не пробовала ни разу Ну, кто знает, может быть, попробуем и понравится Оверу точно понравится Ну и Новый год, девчонки, работаете в Новый год? Работаем Это хорошо Да Для артиста это тоже приятная традиция Новогодние блюда, может быть, есть какие-то у вас? Те, без которых невозможно представить ваш Новый год? Сами готовите или может быть кто-то из близких людей? Новогодние блюда, ну, конечно, это оливье Оливье, безусловно Разного вида Соленья Судя по завершительству, девчонки не очень любят готовить Нет, Маша Засоленная рыба Я обожаю готовить, да Просто мы в последнее время перестали есть Перестали есть и вообще Перестали есть Мы видим, что вы в прекрасной форме Так, спасибо Нет, есть куда стремиться, но да ладно Не будем Две Маши Мы говорим и о Новом годе, конечно, предстоящем долгожданном празднике И обо всем И обо всем на свете Да, и, конечно, помним и не забываем о том, что впереди у девочек дуэта, у проекта Две Маши, два квартирника или два корпоративника Да, случайно Случайно У нас пошло в массу 29-го в Санкт-Петербурге 30-го в Москве И там, наверное, уж вас, дорогие поклонники, поздравят Маши как следует Вы готовите какие-то сюрпризы наверняка? Там, да, может, костюм снегурчик, какие-то подарки, нет? Вы навели нас на мысли Ну, конечно Кто, кстати, ваши зрители? Что это за люди? Какого примерно возраста? Социальный статус? Вот как молодежь? Вот вы знаете, после концерта, который у нас недавно состоялся в клубе Red Вот я конкретно не могу сказать, кто именно наша аудитория, потому что абсолютно разные контингенты, аудитория То есть у нас были семьи с маленькими детьми, у нас были молодые пары, у нас были уже взрослые пары То есть абсолютно вообще всех возрастов, поколений, национальностей, и это не может не раз Ну и пусть, конечно же, расширяется круг ваших поклонников, ваша аудитория пусть растет, умножается, умножается, умножается Это, наверное, самое главное пожелание вам в наступающем новом году А мы тоже хотим пожелать, мы хотим пожелать стране FM, чтобы она развивалась Мы очень вас любим, спасибо вам большое, что вы в нас поверили, поддержали На самом деле это вообще дорогого стоит, когда вот так вот на молодых начинающих артистов обращают внимание И обращают внимание на их творчество Правда, вот вам огромное спасибо всем, кто имеет отношение к стране FM К эфиру и телерадиоканалу страны FM, вы уникальны, вы замечательны, спасибо огромное Спасибо С наступающим Новым годом, ну что, нашим зрителям пожелайте, пожалуйста Мы желаем вам в новом году здоровья, конечно же, в первую очередь здоровья вам и всем вашим близким, всем людям, которых вы любите Мы желаем вам всем любви, гармонии, тепла, взаимопонимания и счастья Любви, 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 любви! Во всех ее проявлениях, друзья, наступающим Девочки, пусть 17-й год будет хорошим, скажите, он будет таким? Хорошим Он не может быть Больше, чем хорошим Все Ну все, мы же в 12 часов все загадываем, чтобы он был именно очень и очень хорошим Ура! Две Маши концерты, телерадиоканал страны FM, спасибо огромное Алексей Юшкевич также и Овер Стеррано Это на бис Финальная песня, девочки, что это за музыкальное произведение? Так, у нас осталась песня «Птицы», я думаю, что одна песня, да? Да Давайте взлетим Птицы Не хочется вас отпускать Не улетай сюда Птицы Птицы А птицы в небе высоко летели И вместе с ними дни и недели Мы слишком быстро с вами повзрослели Если б умели останавливать время Я буду верить, по-прежнему верить Что люди вокруг нас любить умеют И все мы верим, храним секреты Пускай на душе всегда будет лето А где-то рядом с нами на свете Пусть будут счастливы наши дети Дарить улыбки любимым людям Друг друга мы никогда не забудем А птицы в небе высоко летели И вместе с ними дни и недели Мы слишком быстро с вами повзрослели Если бы умели останавливать время А птицы в небе высоко летели И вместе с ними дни и недели Мы слишком быстро с вами повзрослели Если бы умели останавливать время Я буду рядом, всегда буду рядом Ошибки прошлых лет повторять не надо И чтобы солнце всегда нас нагрело Мы станем добрее, ведь это важное дело О людях не забывать нам нельзя так делать Любить, помогать, спасать и верить слепо Верить ли это дружбу и мирное небо По-другому бывает, но нам так не нужно Чтобы было счастье Я хочу любить всех, я хочу любить всех Этот мир для нас всех Только вместе сможем мы построить дом Свою эту песню Пой со мной, пой со мной И вместе с ними дни и недели Мы слишком быстро с вами повзрослели Если бы умели останавливать время А птицы в небе высоко летели И вместе с ними дни и недели Мы слишком быстро с вами повзрослели Если бы умели останавливать время Я буду верить, по-прежнему верить Что люди вокруг нас любить умеют Любите друг друга Концертный зал Страна ФМ Две Маши Телерадиоканал Страна ФМ Концертный зал Спасибо огромное еще раз Спасибо вам И ждем вас Ждем в новом году